так внимание друзья пошла запись это будет 8 серия вот конкретно телемост уралом телемост с великим садоводом с великим гражданином россии вот один из тех которые называют мамонты жаль что это племя скажу вымирающий еще обидится она если брать селом племя вымирающие и так телемост великим сергеем вот он но в данном случае мы передаем слова его любимой жене а так как у нее фотографии и заменит вот эта великолепная роза вот и еще я делаю такие телемосты без фотографий не 100 1 2 только для того чтобы не отвлекаться чтобы слушали слушали они две совсем другие фильмы вебинары для тех кто хочет смотреть и так внимательно слушаем данном случае наталья юрьевна сергеева рекордации не хочет услышать ответ на этот вопрос нужно сказать немножко обо мне да я являюсь инвалидом второй группы по зрению детства у меня падало зрения и вопрос потом почему существует грязь и люди либо люди с ограниченным зрением а волновать меня стал недавно и очень сильно поиск изыскания философских вопросов меня интересовало в детстве а вот и после того как родились и наши дети двойняшки у меня была клиническая смерть стал вопрос о том о рекордации и о душе вопрос о здоровье я уже говорил о предыдущем вопросе когда комментировала в минаре константиновича есть удивительная книга она понять мне пришлось ее 10 лет чтобы понять и разобраться во всем это семейникам его удивительная книга возлюби болеть твою то есть как мы должны любить болезнь и как связано рекордации с нашими болезнями она очень сильно не вопрос о душе во время клинической смерти были какие-то вспышки до чего-то ответа естественного какого-то чудо и когда пришло сознание я могу сказать что в том мире да который был представлен во время небольшой клинической смерти он удивительным был и я вам хочу сказать что жить в этом мире жить на земле это великая наука и великая можно сказать испытания вот и я знаю что ли константинович к вам приходят заказы от садоводов анастасийского движения и и мне интересно это движение есть в орле издательство издательство где были выпущены книги по дольменам это людмилы купцовой общение с мудрецами дольменов и там как раз и говорят говорить-то кто такие дали что такие дольмены зачем они были созданы на земле предмила купцова как бы считать что дольмены с ней начали разговаривать рекомендует о том что такое душа то есть в этих книгах рассказано что это душа душа это орган который находится рядом сердцем у кого-то она может быть грецкий орех у кого-то больше ну в общем если вам будет угодно вы найдете возможность ознакомиться и прочитать это все вот николай георгиевич говорил о книге майкла ньютона ну как-то он скользко все рассказал майкл ньютон это ученый гипнолог психолог живший в америке сейчас он уже ушел в одной мир но его работа заключалась в том что как психиатр как гипнолог он принимал людей в плане приходящих к нему с вопросом обессонница каких-то заболеваниях но поскольку он обладал гипнозом он выводил людей в определенное состояние и записывал то что люди говорят и относится на том что люди говорят ему какие-то другим голосом каким-то это говорят ему о жизни именно тех проблемах которые он уже понял были предыдущих жизнях и он там рассматривает вот эти вопросы и за свои там 30 лет по моему создал институт регрессологии то есть он написал оставил труды в трех книжках оставил научные работы и сделал вывод что действительно мы приходим в этот мир как гости но свои заболевания предыдущие в этой жизни какой-то степени мы берем прошлых жизнях а в рекордации нам же говорят эти детские ламы да я считаю что это тоже какой-то степени ученые но тем не менее и советская россия и гитлер они шли в тюрьме знанию который похоронили вам да монахи и вопрос рекордации почему-то в тюрьме тень есть это рекордации нет у них не стоит но только нам наше общество преподносит о том что рекордации нет но есть такие сведения что до 1200 какого-то и теми какого-то года христианская религия считала что рекордации есть ну вот если вкратце это вот такой бы я ответ вам дала спасибо теперь смотрите у нас еще очень много времени есть темы не менее загадочная вот и в данном случае могу я попросить ответить георгича как николай георгиевич вся земля вы говорите да нет как понедлете да или нет или пошел на и так вся земля является живой да или нет потом подробнее я не говорю про душу я спросил земля живая или нет нефть это кровь допустим вот земля живая как планета или это все камни и все она еще и плачет есть даже ролик один человек умнейший человек язык планеты кстати есть еще и есть еще если живая не живая есть такой в интернете фильм когда-то у нас николай очень рекомендую значит доказательством того что земля живая удивляет конкретное заболевание вот это самое которое даже этот youtube запретил говорить рассказать говорить о нем значит вопрос заключается в том что вибрация земли двенадцатого года начала повышаться и уходить 17 герц на чистоту 700 тысяч в настоящее время она составляет шума на 76 и поэтому она выбирает всех всех кто тормозит вот движение и умер вперед то есть это получается не зато никакие преступники кино ров кто нарушал законы законы вселенные воплощение воплощения и уходят и мы заодно заодно и очень-очень так что я говорю вам что поднимайте вибрационный уровень то есть перестаньте смотреть негативная информация большинство они какие почему по телевизору не могут показать новостям только показывать не кого убили где кого застрелили сколько человек умерло а почему нельзя показать радостные события которые произошли например показать символ которая прожила вместе 60 лет я хочу добавить к этому чтобы вот это я вот что что хотел бы сказать о том что она жива естественно она убирает всех этих в штатах почему смертность большая потому что туда ссылали преступников бежали мерзавцы так-так-так-так-так георгий георгий специально проституток из этого списка высох не очень уважаемая профессия подожди как повысить свою вибрацию и защитить себя от заболевания это просто есть такое выражение бог судья происходящего я еще раз повторю бог судья происходящего это говорит о том что она хотя бы что творится вот это вот высокий иммунитет затем значит произносите фразу она кроме того еще защищает вас от того от той негативной энергетики который идет от других людей в том числе и в качестве вируса вот это вот долбанутой болячки тоже защищает вот и все и тем самым защита она устанавливается тем самым начинаете сами наращивать иммунитет понятно 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 мне понятно надеюсь всем понятно георгий все это в том что это реально на моих глазах происходит буквально ну знакомые в руководстве у нас верите в а то и будет будете говорить о негативе вы будете делать все дело заключается в том насколько вы будете контролировать свои эмоции насколько вы будете всплескивать это всем так георгиевич если помнишь я тебя попросил приготовить ответ если ты его знаешь нет у тебя практических данных о том что биополя имеется ввиду отрицательная геопатогенные зоны имеют общую связь с онкологическими болезнями например нахождите для нахождения сон работа в геопатогенных зонах приводит к онкологии нет ли у тебя не просто веры а каких-то фактов значит смотрите что получается начнем с того что такое человек человек это значит водительские игры смотрите по компьютеру воде бегают там стреляют там что-то ищут у них стоит определенная задача но все ищет их можно значит всю деятельность прекратить выключив просто-напросто компьютер вот человек например на такой же создание то есть он создан у каждого своя программа которая рождается в этом он приходит с этой программы в жизни что он должен сделать в этом воплощении вот из тех кто выключает живой пример десла вот он шел не по своему пути шел шел дошел до того стоит перевод песни до того же долбали все просто сделал очередное выступление наверное мы делались какие-то эти самые предупреждения он не принял их он после выступления сел на кресла в конце на стол в конце костюмерных и сразу так вопрос остался открытым кто откуда он знает мы такие толстокожие и в каждой квартире практически есть геопатогенные зоны так никто их не видит человек спит там сутками годами а потом умирает есть связь или просто умирает или от того что георгий вопрос не ответил как патогенную зону как ее нужно обнаружить во первых хорошими вам подсказку дадут растения кактусы хорошо негативную зону хорошо забирает нужно нужно вопрос по растениям есть растения доллары есть растения которые забирают отрицательную энергию это же работа вам же как вы говорите вы можете применить маятник который вам покажет если у вас гепатогенная зона в доме сейчас одну секунду георгий одну секунду звонит городской телефон я каком-то напряжении я я только от футболе еще звонки идут вообще георгий ты меня слышишь так вот что-то творится именно вот сейчас потом а телефону кто-то там не то что матом но кто-то меня пытался прямо сейчас пытался воспитать ладно короче так смотрите значит в это наталья вот показываю простейший маятник он у меня всегда под рукой так и я белла катор щик я только хотел получить подтверждение от георгий че есть связь или нет если связи нет скажет значит я ерунду говорю когда говорю что надо переставлять к это наталья молодец она говорит надо искать надо убирать а георгий а вроде бы как нейтральную позицию занял увел сторону я хотел сказать что природные с ними очень трудно бороться если это сильные геомагнитные негативные зоны просто-напросто не надо было садить их в этом самом просто не надо было находиться в этих зонах но может не надо было рождаться тогда но обычно сама все происходит я согласен ниже иначе бы не было бы этого теле моста именно с вами я хочу продолжить вопрос который прервал очень хорошая знакомая женщина она обладает песновидение но она живет в том доме который находится в геопатоденной зоне геопатоденной зоне потому что вот насадили у нас посадки сосен городе и вот представляешь нормальные сосны растут они все шишками сейчас водоносит через какое-то то есть по расстоянию растет березовый шосновый вот это будет ну кулакова назовем потому что там просто его садили посадки а дальше в течение 20 метров вот эти сосна не сходят на ноги дальше не растут и вот эта площадь шла до окраина города потом эту окраина города начали застраивать построен это постоянно болеет дергич бесполезно здесь стоит страшный грохот надо мной квартира давай сейчас заканчиваем пока ладно ну видишь вся вся против нас смотри слышишь ну пока извините за сумбурное этот окончание пока все равно тут ничего не слышно грохот стоит а